Так, впереди у нас опять очередной подъем. Я уже отключил антибукс, чтобы он мне не душил двигатель. Эх, а тут еще что-то ребята на горе на спуске встали. Я надеюсь, они мне уж на подъем-то не помешают. Нет, обходят. Бочка сломалась. И я уже включил десятую передачу, чтобы он у меня не переключался, не дай бог, в гору. Если я почувствую, что мотору не хватает силы, я лучше сам переключу. Здесь надо идти в натяг. Ни в коем случае не вот эти перегазовки, которые делает переключение автомат. Когда он чувствует, что ему легко, и он, ну из-за пробуксовки колес, он кажется, что скорость увеличивается. И он переключает передачу на повышенную. Вот это именно момент, он и ссадит всегда. Происходит. Происходит пауза в натяге, пауза в движении. И потом начало движения опять чревато тем, что пробуксовывают колеса. Ну что, в горку поднялись, слава богу. Еще одна, еще одна гора сложная пройдена. Мы пока еще едем по Удмуртии. Да, не проезжали мы еще. Стеллу Пермского края. Я постараюсь этот момент не упустить. Правда, мы ее будем видеть сегодня в темноте. Но она такая белая, побеленая. Такой шпиль стоит, как солнечные часы. Но, насколько ее будет видно, будет возможность. Я включу дальний свет, если не будет встречек. И тогда у нас время еще перейдет на час вперед. И мы уже станем еще ближе к встрече Нового года. Ждал, ждал. Я эту Стеллу и проехал, друзья. Вот сейчас она только была. Но, одним словом, мы уже в Пермском крае с вами. И это у нас 30-й километр, если верить. Километровому столбику. Откуда здесь идет отсчет. Сейчас скажу, откуда. А, вот, смотрите, какой Пермский край-то поставили. Класс. А вот этого я еще не видел. Ну вот. Так что мы ничего не упустили. Там старая Стелла стояла. Зато мы новую поглядели с вами. Это еще и с освещением. Я даже не ожидал. Оп, 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 оп. Так, давай, родной, не буксуй, не буксуй. Давай по снежку, по снежку, по снежку. Да, есть, есть лед на дороге. И его приходится, его приходится проходить, цепляя на бочинку снежком. Вот снежок, он, кстати, хорошее сцепление оказывает на льду. Хотя, казалось бы, снег это тот же, это та же вода, тот же лед переходящий, да. Но вот в таком, так сказать, сыпучем виде, в легком, он еще и сцепление оказывает. Еще один подъем преодолен. И до места нам ровно 900 километров. Прибытие уже в 21.58. В 22 пускай. Я напомню, что время отсчет идет от Удмуртского. То есть, по идее, у нас 21 по Москве. Пока час 24 запас есть. Но за 900 километров тут можно или убавить, или прибавить это время. Все будет зависеть. Ехай, как горка-то ледяная. Ехали мы в поселок. Пахни на. Ай-яй-яй. Коллега вышел со стоянки и будет только что сейчас разгоняться в гору. А нам-то надо бы уже ход. Мы набрали ход с горы. Там хоть и горка-то после поселка небольшая, но она крутая. Вахрина. Да, Вахрина. Правильно вроде назвал. Ну и не забываем, что здесь есть весовая рамка. Что пишет нам на экране. Водитель, не превышай скорость. Опять стекло-то. Так вроде едешь. Нормально видно, как только свет попадает снаружи от столбов или от встречных фар. Так видно, что на стекле это уже опять налет этот снежный. Снежный, грязный. Так, а отсчет здесь идет, я понимаю, километрового столбика. Я смотрел 30 километров. Это от Воткинска получается. Да, на Перми остается 172. И пока мы немножко сбрасываем время, уже прибытие в 21.52, так потихонечку, полигонечку уменьшаем время в пути. И очередной подъем у нас впереди. Идут коллеги. Говорю, прибавьте немного ходу. Взятьем 75 километров в час. Но здесь удобно то, что по две полосы идут на подъем. Точнее две полосы не подвига, а две полосы на подъем и одна на спуск. Здесь можно не дожидаться, когда появится окошко, чтобы обойти в гору. Что вроде разбежались, вроде разбежались. Лишь бы сейчас это все дело не погасло на скользкой горе. Да, можно было бы, конечно, до 90 разогнаться, но и 80 неплохо. Ну, здесь гора просыпана, слава богу. Идем пока без пробуксовки. Вот сейчас, если придется обходить впереди идущих, придется на кашу выходить. А каша это лишнее сопротивление, лишняя пробуксовка. Но ничего, поднялись, обходить не пришлось. Поднялись, наверное, правильно, да, будет сказать. До Перми остается 163 километра и у нас туман. Опять туман. Ну, туман лучше, чем снег. Парни, че, как дорожка на воду здесь? Нет, нет. А, принятая идея, только за стоянки вышел. Скользковато, да, блядь, че-то лыхало. Да-да, скользковато, но вроде горки нигде не висят. Но надо с разгончику заходить. Дошли мы до Т-образного. И до Перми у нас остается здесь 153 километра. Прямо на этом перекрестке у нас находится стоянка-гавань. Дорогие друзья, продаем дизель вам. Не надо нам рекламу. И так все ясно. Так, а нам еще вот здесь надо пропускать. Благо, здесь хоть посыпано. Гул асфальт. И газель сюда-сюда заворачивает. Мог бы пораньше включить поворотник. Я бы хотя бы выехал. Ты все равно сюда же заворачиваешь. Мы бы друг другу не помешали. Но зато коллега у меня ушел вперед. Что я и переживал. Думаю, сейчас тут подъемчик тоже нехороший. Как бы здесь не прилипнуть. Но Пермский край просыпан тоже вроде хорошо. Но местами, местами, конечно, есть места скользкие, есть нормальные. А туман у нас все-таки идет к перемене погоды. Все-таки обещают, что там морозы давят. Вот вам как раз и сигнализатор этого. Что, давай, родной. Разбежимся. Одиннадцатую передачу на двенадцатый. Я вижу, что ты идешь, тянешь. Но лучше разгончик побольше взять. Давай, давай, родной. Сам переключился. Сам переключился на пониженную. Потому что чувствует, что хозяин. Мне же, говорит, тяжело. Ты меня на одиннадцатый держишь принудительно. Все, зашли. Вот и добежали мы до слияния двух трасс. До дороги, которая ведет Сыжевска через Игру на Пермь. И другая дорога, по которой мы едем, которая ведет Сыжевска через Воткинск на Пермь. На этом перекрестке расположена большая стоянка Казачья застава. Очень памятное место. Памятное для меня. Сделали тут кольцо. Видите, на развороте. Теперь обезопасили, так сказать, движение. Почему памятное место для меня? Потому что здесь я ходил в баньку и утопил свою камеру. Кстати, от дома здесь у меня уже 960... Точнее, отсюда до дома 969 километров. Так что, если я не буду успевать на Новый год домой, то доеду до этой Казачки. Вспомню былые времена. А я, правда, не знаю. Они будут работать. Наверное, должны работать в Новый год. Хотя, не все, наверное. Не все. Но здесь, так сказать, стоянка большая. И все-таки гостиничный комплекс. Здесь-то они должны. Должны по-любому работать. Это кафешки могут закрыться. А в гостиницу... Ну, представляете, вы приехали, живете тут, решили Новый год здесь встретить. И вам говорят, нет, мы первого числа уже не работаем. Давайте съезжайте. Такого быть, естественно, не можно. Но это мои предположения. Я не знаю, как на самом деле здесь будет. И опять же, это аварийный вариант в плане возвращения домой, чтобы где-то уже на стоянке не на колесах встречать куранты, а именно встать на стояночку, спокойно открыть бутылочку шампанского и тихо-мирно самим с собою. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ай-яй-яй. Наскользили. Блин, юзом, юзом дошел до такой ступеньки. Ну, тут даже АБС не помогла. Хотя ехал-то потихоньку. Но то, что с горки, да, с горки тут каждый тормозит и такой глянец сделали. Ну, а мы справа проезжаем к деревню Большая Заснова. Деревню или село? Наверное, село все-таки. Хотя я там не был. Не знаю, но знаю, что здесь у меня живут подписчики. Я передаю всем пламенный привет и поздравляю с наступающим Новым Годом. Ну, а после этого кругового у нас сейчас начнутся уже американские горки. Да, здесь будут крутые и затяжные. подъемы, но в этом году дорогу подремонтировали. Даже вот этот подъем мы видим от бывшего поста. Там, кстати, издание это снесли за ненадобностью. вот этот подъем вот этот подъем сделали, видите, полностью. И самое главное посыпали. Посыпали и посыпали. Хорошо течет все при минус 3 градусах. Кстати, пока у нас температура такая вольготная. но дальше мы знаем обещают морозы и как себя поведет наше дизельное топливо наше межсезонное дизельное топливо, которое до минус 15, но правда разбавленное антигелем. как оно себя поведет на морозе. Ну, видим, нам самое главное дойти до Тюмени. Там мы уже можем заправить дизельное топливо сибирское, так скажем, северное и уже дальше ехать спокойно, потому что морозы уже точно будут не страшны. Субтитры подогнал «Симон» Симон. Друзья, на часах 8.06 московского времени у нас с вами очередной последний затяжной подъем, но правда с двумя полосами. полосами. Но, что я хотел сказать, да, проходим мы 427-й километр, транспорта на дороге становится все больше и больше. Коллеги потихоньку просыпаются. и самое нехорошее то, что мы сейчас выйдем на узкую трассу, на дорогу, на двухстороннюю дорогу с одной полосой в каждом направлении. И вот эта толпучка, она, конечно, будет здорово замедлять ход. Пока есть возможность в город обойти, мы это сделаем. Ну, а дальше уже не сделаем. А, сейчас у нас после колечка еще будет возможность, да, здесь же вот сделали кольцо на слиянии двух трасс Кировской и Казанской. И от него именно до стоянки на Григорьевской идут две полосы. Ну, что ж, попробуем сейчас сделать тактически правильный ход, вырваться в первые ряды, как говорится, и дальше уже дальше уже плыть по течению, так скажем, там не обогнать ничего. Дорога, кстати, дорога не больно разгонная там. но это будет до да, до конца Краснокамской объездной. А вот дальше, дальше уже можно будет наверстывать время, так как там свободно будет по две полосы. но здесь придется немножко потерпеть. Автовозик наверху смотрю, еле-еле поднимается. Здесь еще и покрытие такое. Здесь не то, что скользко, здесь ямы кочки и по ним сильно не поедешь. притягиваю. Продолжение следует... Продолжение следует...